Всем привет, друзья! У нас сегодня 2 ноября и город гуляет, отмечает День народного единства. У нас три дня выходных, получается суббота, воскресенье и понедельник. Приехали в Анапу, нас встречает кольцо, парк джунгли в начале Пионерского проспекта. Вот такая речечка Анапка у нас здесь, красивая. Здесь заработали фонтаны в этом году, очень интересно будет в следующем году летом. Здесь, я думаю, отдыхать. Ну а с этой стороны полностью уже открылся парк с развлечениями. Я думаю, в зимнее время, конечно же, они не работают, но для прогулочной зоны, мне кажется, самое то. Даже перейду к ним. Вы смотрите, людей нет. Вот сегодня как-то очень-очень мало людей в этих фонтанов. Однако, однако, они работают. И вечером, я думаю, работают еще и музыкальные фонтаны. Класс. Как вам фонтаны в ноябре? Ну хотя ночью минус два, минус три. Сегодня утром Юра даже минус четыре показывал. Представляете, а фонтаны днем работают. Предлагаю вашему вниманию фонтан возле администрации Анапы. Класс. Мы пройдем через нашу инсталляцию, которая в виде арки прямо возле театральной площади. Ну что, мы на театральной площади ведем свой репортаж в центре событий. Она здесь в фудтраке. День единства России начинаем отмечать со 2 ноября. Три дня празднования будет в Анапе. Вот она, театральная площадь. Повсюду праздничные флажки, театр, радуют нас с вами. Ну давайте пройдем, посмотрим, что здесь представлено в этих фудтраках. Так, вот этот маленький вагончик, это у нас от Валеграда. Тут играет музыка. Давайте пройдем к следующему траку. Здесь тоже бургеры, тортилья, только красный фудтрак. Ну и давайте сразу к следующему прогуляемся. Фудтрак аренда. То есть, вот такие вот маленькие интересные вагончики. Здесь можно тоже капучино, латте, раф, американо, чай. Вы смотрите, кстати, чай тут 50-60. Есть с агрепихой 150, с малиной 150. Греческий фастфуд гиросэндвич. Лососин с ветчиной, с сыром, с курицей. Салат овощной. В общем, от 130 до 250 рублей можно здесь такие вот сэндвичи попробовать. Давайте сразу в зелененький. Так, не слушай, не говори, не смотри. Горилла, примат, кинг-ком, карминуми, латт-дог, сэндвич с курицей. Крылья с сыром, картофель фири в ассортименте. Такой веселый, зеленый. Это у нас горилла был фудтрак. Этот фудтрак какой-то с граффити. Барабульгер. Вот так вот. Вот у нас барабуля рулит. Барабульгер. Так она называется, этот фудтрак. Интересно, почем здесь тот самый барабульгер. Так, меню. Плов с рапанами. И мидиями 200. Селедка по-голландски 150. Мидии в белом вине. Здесь у нас готовят... Ух ты, а что это у нас? Что-то интересное такое готовят. Ух ты, это мидии? Вот это да. Такого я еще не видела. Как пахнет вкусно, друзья. Был бы... Класснят. Да, прям пахнет восхитительно. Да, подсовет. И почем такая красота? 200. 200? Ух ты, это мидия, да? Пахнет божественно. Жалко, что я уже поела сегодня. Давайте посмотрим. Так нахваливали вот это место. Здесь шашлык, говорят, вкусный. Мясо. А здесь у нас что? Здесь у нас мясо. Да, походу это мясо. Да, мясо, мясо. Ух ты, там прям все в фольге выпекается. Тупицы на дровах, пожалуйста. И вот этот тоже интересный фут-трак. Виде машинки сделан. Хот-доги здесь. Здесь хот-доги. Хот-дог. Хот-дог. И здесь еще фут-трак. Тоже чай-кор. Куриная шаурман. Куриная 200, большая 250, шашлык 300. Бургер 350. Сядки, садили пакет зерновой. Так, три в одном. Ага. Это кофе. В общем, да. Я-то думала, здесь их будет много-много. Но по сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять фут-траков. Друзья. Вот такой вот ассортимент в Анапе. Я не знаю, насколько весело сейчас будет мальчикам в Новороссийске. Юрию и Коле большой привет. Они сейчас отправились прямо туда, в эпицентр событий. Ну, а мы осветили такое интересное событие, как празднование Дня народного единства в Анапе. Но все только начинается. Потому что самое-самое основное массовое гуляние будет в понедельник. Выходной день. Он будет праздничный. Для тех, кто ненавидит понедельники, отличный повод не пойти на работу. Поэтому приходите в Анапу, сюда на театральную площадь. Я уверена, здесь будут еще музыкальные программы, концерты. Потому что у нас всегда День народного единства. Отмечают с размахом, как и надо. Ну, а мы вместе с вами идем дальше. Я хочу вас пригласить прогуляться на море. Мы сейчас с вами чуть-чуть туда подсмотрим. Но в целом билет туда очень-очень дешевый, практически символический. Это музей под открытым небом. Это древняя Анапа. Когда-то она называлась Гаргипи. И, в общем, античная Анапа, сохранившая свои останки до наших времен. Вот здесь вот эта территория Гаргипи. Добро пожаловать на двухуровневую набережную города-курорта Анапа. Здесь у нас действительно она двухуровневая. Нижняя и верхняя набережные. Мы сейчас находимся на верхней набережной. Впереди нас красуется корабль с алыми парусами. И здесь еще контактный фонтан. То есть он работает летом. Я думаю, сейчас в нем смысла особо нет. Поэтому здесь можно пока ходить и фотографироваться. Видите, сколько интересующихся этим местом людей. Ну, а корабль с алыми парусами – это, наверное, самый любимый бесплатный аттракцион для наших детей. Самое-самое лучшее – это наши дети. Вот. Даже не хотят детишки уходить. Говорят, хотим поиграть. Вот такая вот красота с двухуровневой набережной открывается в хорошую солнечную погоду. Например, как сегодня панорама Анапской бухты. Где мы можем видеть и колесо обозрения, которое мы уже проезжали сегодня. Пионерский проспект, который длится как раз-таки вдоль этой бухты. Ну, и там вдалеке-вдалеке нужно видеть ЖК Кавказа, соответственно, и начало видения. В этой стороне и вместе с вами я вас приглашаю на Центральный пляж. Вместе со мной понаслаждаться красотой. Мы сейчас вместе с вами наблюдаем интересное явление. Все-таки прохладная погода в Анапе не спугнула наших жителей, гостей города-курорта от прогулок на Черном море. Смотрите, у нас тут летают чайки, плавают нырочки, наши уточки. Ну, и, соответственно, чем больше людей, тем больше чайок. Они уже знают, что люди их будут подкармливать. Вот такая вот красота. Безусловно, очень-очень хороший, замечательный солнечный денек выдался. Вы знаете, я даже на секундочку забыла, что у нас уже похолодание пришло. Все-таки мы надеемся на то, что погода нормализуется. И все-таки еще не начало официальной климатической зимы в городе-курорте, а всего лишь пару холодных деньков. Мы их обязательно переживем, и у нас вновь придет замечательная солнечная, яркая, теплая погода. Во всяком случае, у меня совсем-совсем пропало ощущение зимы. Только, наверное, в Анапе, приходя к берегу Черного моря, ощущаешь себя совсем в другом месте, в другом ритме жизни. Здесь все как-то протекает по-другому. Здесь у нас проход на море от администрации города-курорта Анапы. А мы с вами прогуляемся до центрального пляжа и там попрощаемся. Я думаю, будет интересно посмотреть все-таки всю красоту нашей Анапы. Он там в фонтанчике вдалеке. Ну, погнали, пролетим, прогуляемся по звуке музыки. Ну, погнали, пролетим, прогуляемся по-другому. Это наши анапские котики. Это только маленькая часть нашей кошачьей фауны в городе. Самая большая масса котиков у нас, конечно, там, где набережная и маяк на высоком берегу. Смотрите, какая красота. Вот и собачка к нам пробегает, подходит. Классно. Ну, приятного аппетита вам, жители Анапы. Котики в обормотике. Там в кустах еще парочка спряталась. Я думаю, вы их потом найдете на видео. Ну, и вот с этой стороны уже виднеется арка. Это проход на центральный пляж. Друзья, если понравился этот видеосюжет с прогулки Анапы с Дня народного единства, с гуляний, с празднования, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если хотите дальше быть в курсе жизни нашего города-курорта. Ну, а с вами была Светлана. Обращайтесь. Вдруг что-то будет интересно, спрашивайте, пишите. Всегда буду рада услышать вас, ответить на ваши вопросы. Всем пока-пока.